Благодарность потомков на заводе имени Кирова поздравили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла с 70-летием Победы. Они трудились на предприятии в годы и мирное время. Репортаж Кристины Горбаченко. Завод Кирова в Петропавловск эвакуировали из города Александрово Ивановской области в ноябре 41-го. Через три месяца здесь выпустили первую партию продукции для фронта. В годы войны заводчане обеспечивали красноармейцев радиоприемниками, радиостанциями и радиопеленгаторами. Заводом приехало 400 Александровцев в качестве рабочих. На завод было принято очень много молодых, в основном девчат того времени, которые работали у станков, обучались профессии и восстанавливали завод на новом месте. На сегодняшний день у нас всего пять участников Великой Отечественной войны из тех, которые воевали. А всего их было порядка 450 человек. И тружеников тыла, которые во время войны трудились на заводе, на нашем, на других заводах, осталось всего 77 человек. Солдат-победители, бывших своих коллег заводчане приветствуют аплодисментами. Ветераны и труженики тыла уже не такой, как прежде, боевой поступью проходят к монументу. После войны все они трудились на предприятии. Для них сегодня слова искренней признательности за мирное небо и поздравления от благодарных потомков. Павел Адамович Хмельницкий первое боевое крещение принял при освобождении белорусского города Полоцка. В начале молчанами должны были штурмовать город Любаву в Прибалтике. Сражение не состоялось. Утром 9 мая объявили о капитуляции немецкой армии. Часов в 10 утра объявили, что кончилась война. Так что я счастлив с теми солдатами, которые закончили войну, невредимыми, целыми, живыми. Заратные подвиги накануне 70-летия победы ветеранам вручают денежные конверты от акционерного общества «Национальная компания Казахстан Инжиниринг» и от акционерного общества «Завод Кирова». Для участников войны, тружеников тыла и праздничный концерт. Санья Юсупова подпевает артистам эти песни, знает наизусть. Тогда, в самом начале войны, 15-летняя девчонка пришла на завод, уговорила принять на работу. За станком трудилась наравне со взрослыми. От воспоминаний слезы на глазах. Было казарменное положение. Нас не выпускали с завода. Мы работали день и ночь. Вот я помню один раз, мне очень хотелось кушать. Я пошла на столовую, из пяти тарелок я собрала гущу и поела. Нам не было кушать, плохо было очень. Здесь же на территории завода развернули полевую кухню. Угощали всех желающих солдатской кашей и горячим чаем. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК.